Павлодарские спасатели показали обновленную технику в борьбе с пожарами и природными стихиями. В арсенале службы спасения последние новинки медицинской и разведывательно-пожарной техники. А с этого года на вооружении областного департамента появились собственные вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Именно благодаря их применению недавно удалось потушить крупный степной пожар на границе с Карагандинской областью. 2024 год выдался сложным для павлодарских спасателей. Только недавно на границе с Карагандинской областью едва не пострадало в огне село Жилтау. Благодаря вертолетам жителей удалось вовремя эвакуировать безопасное место. Очередную трагедию накануне предотвратили на территории восточного промрайона в Павлодаре. Как рассказывает начальник ДЧС, в емкости под землей воспламенился газ. Почти рядом от очага возгорания находился торговый центр и автозаправка. Риск угроза была у нас. Был гарнизон мобилизован. По второму рангу вызова выехали. Был создан и работал на месте штаб пожаротушения. Пожар локализовали, ликвидировали подстрадавших. И подстрадавших нет. Минимизировали в целом весь ущерб для города. Оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации Павлодарским спасателям позволяет новейшая техника. На вооружении пожарных самые передовые разработки. Вот, к примеру, беспилотный летательный аппарат последней модификации. Особенности данного дрона заключаются в его 4К камере. Вот она на данный момент расположена. И также тепловизионным зрением. Служба предназначена для поисково-спасательных работ и для поисков очагов пожара на месте ЧАЭС. Служба спасения имеет даже портативные системы жизнеобеспечения. В отличие от старых, они не громоздкие и весят всего килограмм. Такое оборудование можно встретить не в каждом регионе страны. Это одна из последних новинок в арсенале Павлодарских спасателей. Аппарат ИВЛ нового поколения. Его особенность в том, что он может добывать кислород из окружающей среды без применения кислородного баллона. Это очень облегчает работу бригады Центра медицинских катастроф в чрезвычайных ситуациях. Недавно кислородный аппарат показал себя в деле, рассказывает Алексей Степанов, фельдшер Центра медицинских катастроф. Во время тушения пожара медицинской бригаде удалось спасти жизнь человеку. Мы ему сразу уже на улице давали кислород. И когда он шел в машину, он уже шел на кислородном аппарате. То есть мы его возле подъезда подключили и вместе с маской и кислородным аппаратом ввели в машину. И затем транспортировали в учреждение. С начала года подразделения департамента по чьей из Павлодарской области больше 2000 раз выезжали на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Они спасли 163 пострадавших и эвакуировали из зоны риска свыше 250 человек. Ербулабишев, Марат Игриков из Павлодара, 24КЗ. Продолжение следует...